Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня мы будем покупать рандомную лошадку моему подписчику Полине Giant Log. И немножечко расскажу о ее персонаже, после чего мы отправимся на поиски идеальной лошади. Ну, в моих глазах, которую бы я хотела приобрести для данного аккаунта. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаечек и давайте начинать. В одном городе Полина жила вместе с мамой. У нее не было друзей, но она очень любила проводить свое время вместе с бабушкой в деревне. Полина каждый раз ждала каникул, чтобы поехать к любимой бабушке. Но одни каникулы изменили ее жизнь навсегда. Как обычно, девочка приехала на летние каникулы и через некоторое время она узнает от бабушки, что построили рядом конюшню. Полине очень захотелось туда попасть. Когда она туда пришла, она увидела уставшую лошадь и ее жеребенка. Полина находит особую связь с жеребенком, и они как будто чувствуют друг друга. После некоторого времени стало известно, что эта лошадь очень много работает на своего хозяина. Хозяин не жалеет своих лошадей. И тогда Полина решила спасти лошадей от этого ужасного места. Через два дня, когда Полина решила навестить своего друга, она увидела, что конюшня горит. Хозяин не усмотрел за конюшней, и девочке удалось спасти лишь только жеребенка. Хозяин и мама жеребенка погибли. Полина вместе с бабушкой и помощью мамы вырастили жеребенка. А через несколько лет Полина построила свою конюшню, где живет ее друг и другие лошади, которых она спасла из разных тяжелых ситуаций. Вот такая вот история данного персонажа. Сейчас у нее на конюшне есть 7, 8, 9, 10 лошадей разных пород. Это у нас есть бельгийцы, фризы, голландец, началочка, дикая лошадь Юрвика, пейнт-хорс, один магик, каутур, аполлуза и арабская лошадь. Мне, правда, сейчас стало безумно интересно, кто же все-таки тот самый жеребенок. Имела она в виду свою началочку или какую-либо другую лошадь? Мерцающий свет. А может быть, она имела его как раз в виду? В общем, не знаю эту информацию, мне не уточнили. Очень жалко, мне теперь даже интересно, кто это. Так, ну и сегодня мы будем покупать этому человеку лошадь. Сразу скажу, отзыва, точнее записи реакции хозяина аккаунта не будет. Он будет в виде комментария, закрепленным под этим видео. Так что, если комментария еще нету, она его просто еще не написала. Если же есть и он закреплен, то после, почитайте, после просмотра, обязательно только после просмотра. И узнаете, как ей данная покупка. Значит, какие требования к покупке? Чувствую, мне придется перезаходить. Имя должно быть на английском. Лошадь третьего поколения. Так, из каких выбрать? В кое-таки веке мне сказали, из каких пород все-таки нужно выбирать лошадь. Это либо пасафина, хавлингер, дартмурский пони или же мустанг. Так, амуницию покупать не обязательно, стрижку любую. Так, ну что ж, давайте сначала перезайдем, потому что я зашла на русском языке, забыла, что нужно на английском. Так, все отлично, мы перезашли, смотрим теперь на лошадок. Почти все лошади у нее преимущественно двух мастей. Это разные оттенки гнедых, бурых и также серые. Серые в яблоко преимущественно, чем просто серые. Магик, один пегий, пейнтхорс, тоже с некой, скажем так, пегостью. У нас дикая лошадь Юрвика. Один лишь вороной фриз. И все, и началочка тоже такая гнеда. То есть ей нравятся гнедые кони. Ну, могу сказать сразу, что я не хочу покупать ей мустанга. Просто смотря на то, какие лошади сейчас находятся в конюшне, я не вижу в этой конюшне стоящего мустанга и хаффлингера. Может быть она его себе потом купит, но я лично как-то не хочу его покупать. Но не смотрится он для меня в этой конюшне, не та лошадь. Хотя здесь преимущественно все лошади, которых она спасала. Но сейчас мы занимаемся тем, что именно покупаем. Мы покупаем ей лошадь. Не спасаем там сбойни или из пожара, или убежавших, брошенных, привязанных. Нет, мы покупаем ей лошадь. Поэтому я думаю, что мустанг хаффлингер отпадает. Дартмурские пони. Приятно, приятно, конечно, будет, что если я куплю и дартмурского пони, это будет первая пони. Кроме исландца у нее на аккаунте. Но я, наверное, пока что хочу поехать и посмотреть ей Пасафина. Пасафина. А там, кстати, и дартмурский пони, если что, стоит рядом. Далеко ехать не надо. Так, я в этом видео специально выключу снег, чтобы он нам не мешал. Все-таки он слишком сильно меняет оттенок масти, любой лошади. Поэтому мы будем снимать и смотреть породу масти без зимнего снега, без зимнего фильтра. И вот они. Вот, кстати, да, вот самое удобное. Тут все лошади, что нам нужны. И давайте же посмотрим, какую масть мы можем ей купить. Так, я думаю, что ей подойдет как раз-таки вот этот. Вот этот, какой он и есть Пасафина. Так, и давайте еще рядом поставим вот этого Пасафинчика. Ну, я не знаю. Я, наверное, сделаю шишечки. Уж больно я привыкла, что у меня Пасафина в конюшне с шишками. Хотя они прекрасны с любой прической. Но мне написали, что стрижку любую. Значит, я хочу с шишками. Я смотрю с шишками. Так. Ну, тут, кстати, это очень красиво смотрится. Я очень редко вижу такую масть Пасафина у игроков. Ну, и эту, собственно, тоже. Но... Нет, этот смотрится как-то слишком просто. Ну, не то. А вот этот... А вот этот вызывает некий интерес. Такая очень нераспространенная масть. Прекрасно смотрится с шишками. А если еще и надеть выездковый спортивный комплект, то вообще, я думаю, подойдет. Так, ладно. Значит, у нас есть два варианта Пасафина. И я больше склоняюсь к вот этому Соловому. Или Игрневому. Наверное, это все-таки Соловый. Так. И давайте на всякий случай просто еще посмотрим, какие масти у Дартморских пони. Ага. А я понимаю. Мне не нравится ни один для этого персонажа. Вообще ни капельки. Белого, но нет. Кого бы... Вот если и брать, кого бы я взяла? Вот кого-то из этих. Нет, ребята. Я не хочу ей сегодня покупать Дартмонскую пони. Прям не то, что я ожидаю увидеть в конюшне. Я очень легко понимаю и всматриваюсь в персонажей подписчиков, друзей, и понимаю, что некоторые лошади действительно просто не для них. Они им не подходят. Но я, кажется, нашла нашего идеального красавчика. И мне, кстати, не сказали, кого покупать. Кобылу или жеребца. А я забыла посмотреть в конюшне, кого у нее больше. Но я смотрю на него и думаю, что... Это жеребец, наверное. Так. Жеребец. С шишечками, пожалуйста. Не делай нам длинную гриву. Вот такой вот он красивый. Вест из себя. Шаг у него. Рысь. Прекрасная выездковая рысь. Легкий голоб. Голоб. И карьер. И специальная анимация, конечно же. Ой, ну он очень красивый. У меня, кстати, ни у кого из моих персонажей, моих именно аккаунтов, нету такого Пасафина. И я даже не помню, у кого среди моих знакомых была бы такая масть. О, да, все. Мы покупаем его. Так, характеристики зачитывать не буду. Тут это не особо важно. Гибкость 0. 696 старкоинцев. Но это с учетом стрижки. Если бы мы не меняли прическу, он бы стоил 950. Да. Но так как я хочу шишки, он стоит 969 старкоинцев. Итак, давайте думать. Это будет взрослый. Давайте жеребец все-таки. Потом, если захочет, сама переделает на Мерина. Или там кобылу. Ну, нет. Я же буду называть специально, чтобы прям подходило. Вот надо было еще и имена посмотреть. Какие у нее есть имена в конюшне? Так. Голд. Я прям хочу золотой. Золотой. Вот сейчас надо подумать. Надо подумать. Как бы его назвать. В общем, давайте я немножечко пойду, посижу с переводчиком, подумаю и позже вернусь к вам. Все. Я его назвала. И причем не очень долго. Я даже меньше пяти минут сидела и перебирала имена. То, что он будет золотым, я решила сразу. А вот второе имя как-то вот тут в одну сторону, то в другую сторону. Вначале он должен был быть Голд Гейтом. Но потом мне стало немножечко некомфортно, потому что Гейт это больше как женское, наверное, имя. И я решила, что нет. Нет, это нам не подходит. Нам должно быть подходить что-то другое. А вот Гейт это походка. И золотая походка это было бы больше для кобылы, но я-то хочу, чтобы это был прям жеребец, прям имя, может, чтобы даже было такое прям ух спортивное, гордое, великое имя. И я решила, что почему бы не назвать его золотой шаг? Голд Степ. И звучит это намного-много лучше. Так что все, ребята. Взрослый жеребец Пасафина Голд Степ. Все. Так, шишки, шишки, шишки. Да, все. Ой, кстати, это, по-моему, первый раз, когда я покупаю коня именно подписчику, не кому-то из соклубников, не кому-то из друзей, а именно подписчику. Я прям безумно-безумно рада. Итак, что ж, нажимаем купить. Так. Да? Ой, боже мой. Какие вы, милаши. Вы прекрасно смотритесь. Боже мой. Да, вот ты такой какой-то красивый. Так, отправить в конюшню, конечно же. А, я даже не верю, что я это сделала. Какое странное чувство. Тратите старкойнцы подписчиков. Все, мы это сделали. Мы безумно-безумно рады. Очень жалко, конечно, что в этот раз не будет реакции на записи. Но я надеюсь, что ей безумно понравится. А я пока что вместе с вами отправлюсь к ней в конюшню. И мы подготовим данного коня ко встрече с хозяйкой. Так, все, мы приехали. Мы приехали на конюшню. Вот он. Голд степ. Какой ты шикарный. Так, уход мы за тобой сейчас делать не будем. Вау. Ну, красивый. Ну, красивый. Вот сразу-то, когда кому-то покупаешь или видишь у кого-то лошадь, сразу себе такую хочешь. Нет, Даша, тебе пока хватает твои твои кобылы. Пасапина. Больше не надо. Тем более, что скоро выйдут еще одни. Так, что она писала по поводу амуниции? Амуницию покупать не обязательно. Да и, если честно, с таким счетом я лучше как бы оставлю человеку старкоинсы. Пусть он копит дальше. Зачем тратить 353 старкоинсы? Нет, я так поступать не буду. Так, давайте посмотрим, что у нее есть. У нее есть, ага, вот такое вот выездковое седло. А вот он, целый комплект. Он же хороший, да, он с хорошими характеристиками. У нас есть вот такой вот вальтрап. И к этому вальтрапу давайте возьмем вот такие вот на... Я хотела сказать нагавки, бинты. Так, и сейчас посмотрим, есть ли у нее подобного вида пиджак. У нее есть футболки, у нее есть вот такого оттенка кофта, а еще что-нибудь есть. Так, нет, наверное, дальше там уже ничегошеньки нету. Мы берем... Нет, пусть остается цилиндр. Вот эту кофту или вот эту. Так, ну-ка. Нет, наверное, вот это все-таки смотрится лучше, хотя тут выездкой и не пахнет, но по сочетанию цветов... О, ребята, это прям да! Мне так нравится! И мне... Боже, я не знаю, что сказать. Очень красиво. смотрится, как прям создано друг для друга. Ну что ж, я сейчас быстренько еще сделаю фотографию, которую вы как раз и видели на обложке. Ну согласитесь, ну да! Ну прям да-да-да! Прекрасная пара. Прям когда-нибудь и прям надеюсь они еще и на соревнования вместе пойдут. Так, надо обязательно встать. Очень красивенько. Вот, вот так вот этот фотограф подойдет. Так, и вот так. Все, дальше она, если захочет, уже нафоткает сама. Ну что ж, я поздравляю Полину с приобретением данной лошади голдстепа золотого шага. я желаю вам удачи в развитии, в тренировках, в прокачке. Надеюсь, тебе данный конь действительно понравится. Я очень старалась выбирать, хотя сразу почти отсеяла все породы, кроме пасафина, но все равно я вообще даже не предполагала, что куплю ей именно вот эту масть, потому что я по факту не всегда помню, какие масти уже существуют у разных пород. Ну а на этом все, и мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Если тоже желаете, чтобы я сняла покупку вашего будущего коня, то обязательно пишите мне в личку ВКонтакте, обо всем договоримся и обеспечим вас новой лошадкой. Пока! Субтитры подогнал «Симон»